Вера, уверенность в невидимом Были статуи богов, как колосс родовский, а были статуи богов, которые легко помещались в дамской сумочке. Как так? Это называется язычество, идолопоклонство, не сотвори себе кумира, но прежде чем давать заповедь «не сотвори себе кумира», я думаю, Бог довольно снисходительно глядел на кумиров. Он ведь мог бы одним мановением себя ликвидировать этого поклонства, но я думаю, это неизбежная фаза в развитии религии, в развитии веры. И, кстати, это хорошо знакомо и христианам, потому что, наверное, то есть точно есть христиане, которые избегают всяких материальных выражений веры, но от самого главного не бежишь. Самое главное выражение веры – это сам человек. И самый страшный идол – это тоже я. Я для себя самый страшный идол и самый страшный псевдобог. Но когда мы рассматриваем статуи божеств древних, самых разнообразных, вы понимаете, это ведь как дети. У детей игрушки. Что такое игрушка? Это способ познания мира. Это модель того мира, тех действий, тех людей, с которыми он будет встречаться, взаимодействовать. Это модель тех процессов, которые он будет производить. Возить машину, тушить пожары, любить, ссориться. К сожалению, это часто модели войны. Поэтому я, честное слово, на коленях прошу, не покупайте детям солдатиков и оружие. Вот мне покупали. Я не хочу сказать, что я такой малоприятный человек и воинственный, из-за того, что мне в детстве солдатиков покупали. Многим людям, которым покупали солдатиков, им это помогло вырасти миролюбивыми. Они в детстве отыграли и поняли, что это фигня, не надо воевать. Бессмысленно. Ну, например, замечательный художник Александр Бенуа об этом рассказывает в своих мемуарах. Он очень любил играть в солдатики. А по воспоминаниям всех окружающих, Бенуа был самый кроткий, миролюбивый и тихий человек в художественной среде. Что, кстати, как и Лев Толстой. Но он не только играл в солдатики, но когда его встречали, к нему приходили поклонники, они поражались. Потому что этот человек такой грозный, гроза и буря в своих текстах, и при встрече оказывался до чрезвычайности кротким. Не просто аристократически любезным, а именно добрым и кротким. Поэтому, смотрите, древнейшая скульптура в жизни человечества, ну, человек с головой тигра или пантеры, в Германии найдена 60 тысяч лет назад, 50-40, тут датировки всегда немножечко гуляют. И это идол, а может быть, игрушка. Разница не так очевидна, как может показаться. И многое из того, что находят археологи из древнейших времен, легко могут быть и идолами, которым поклонялись, и игрушками. Отличие лежит в слове, а слова-то не прилагаются. Представьте, что найдут магазин «Детский мир» через несколько десятков тысяч лет и будут думать, это такой храм со статуэтками и статуями богов, или это детская комната какого-то миллиардера. Ребенку дали все, что он хотел. Я думаю, что религиозный опыт людей выразился в том, что они своим зеркалом сделали животных, птиц, животных, реже растения. Да, растения, потому что, ну, прежде всего, конечно, в Англии вот этот вот зеленый человечек, когда из листвы проступает лицо, но и у греков, и наяды, и дриады, и реши, и прочие-прочие. Русалка на ветвях сидит. Человек узнавал себя в рыбах, он познавал себя, глядя в природу словно в зеркало и примеривая себя к природе. Как и сейчас для детей делают специальные наборы, путаницы, где на одной картинке голова какого-то животного, на другое тело, а на третьей ноги. И можно в разных комбинациях переставлять, там еще стишки смешные, комбинации названий очень получаются комические. Посмотрите, это чудная совершенно игрушка. Вот так и то, что мы называем идолы. Голова зверя или, наоборот, зверь с головой человека. Или, ну, в общем, сфинкса все видели, крылатых быков вавилонских все видели, от них пошли херувимы. Вдруг у человека появляются крылья. Послушайте, мы все знаем выражение, у меня словно крылья отросли. Мы все знаем это ощущение. Я думаю, что к этому можно относиться скротостью, когда этап в развитии уже пройден. Так что вера, определяя ее как уверенность в невидимом, это все-таки определение уже итоговое. Когда мы прошли веру как уверенность в видимом, мы создавали символы Бога. Мы разглядывали символы Бога. Эти символы несли ту же нагрузку, что буквы, что слова. Это нагрузка диалога, коммуникации, прежде всего, с другими людьми. Ведь это же чудо, что мой опыт Бога совпадает с опытом другого. А как выяснить, совпадает или не совпадает? Свифт однажды высмеял английского философа, который, кстати, вообще-то был одним из основателей кибернетики, и который обдумывал, как избежать той двусмысленности, которая заложена в человеческом языке, и предлагал переходить на символы предметы. Ну, в результате кибернетика пошла по несколько другому пути, по математическому более. А Свифт придумал мудрецов, которые носят с собой мешок, и там кирпичи, куклы, книги. И когда им нужно сказать, что Солнце взошло, они достают изображение Солнца и предъявляют изображение Солнца. Вот таково идолопоклонство. Этим оно, ну, не то чтобы оправдано, но оправдано как определенный этап веры. Почему я в этом говорю? Потому что не надо переоценивать свою духовность. Много есть сегодня людей, которые говорят, что вера – дело внутреннее, все внешние формы вводят в заблуждение, ну, может быть, особенно квакеры. Но квакеры, пожалуй, не вершина, ведь квакеры, доведя отрицание икон, статы, религиозных изображений до максимума, они все-таки собираются. Они собираются, чтобы Дух Святой на них сошел. Но ведь собирание вместе – это уже некоторый внешний акт. А почему мы решили, что другие, кто сидят здесь же, веруют в того же Бога? И квакеры давно уже с этим смирились и принимают атеистов в этот круг и так далее. Я бы все-таки остерегся. Хотя, конечно, если атеист или ищущий захочет прийти в храм – пожалуйста, но надо понимать различия. Так вот, когда мы говорим о вере, мы в сущности предъявляем друг другу образы. И другого пути нет. И слава Богу, что у нас есть образы. Надо относиться к этому снисходительно. Поэтому силу веры, которую перечисляет то, во что я верую, и он, кстати, составлен от первого лица – верую во единого Бога Отца. Хотя в храме его поют хором. Дома произносится в первого лица, в храме от первого лица он поют хором. Это замечательное проявление того, как люди становятся едиными в своей вере, в невидимом. И в конце концов, действительно, вера есть уверенность в невидимом. Уверенность в Иисусе, уверенность в Духе Святом. Внутри невидимого Бога есть еще более невидимый Бог. Несколько веков Бог объяснял и открывал избранному еврейскому народу, что идолы – это плохо, что надо веровать без образов, без изображений. И вот когда он это объяснил, когда идолы стали отвратительны для израильтян, приходит Иисус. Бог посылает своего сына. А ведь евреи сто раз говорили, что у Бога не может быть сыновей. Бог не может стать человеком. Их окружали изображения сынов Божьих в товарных количествах. И вдруг что происходит? И вот теперь мы вернулись, потому что Сын Божий невидим. А с другой стороны, он может быть самый зримо присутствующий в мире человек и Бог. Это открывает опять же вера. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok